75 лет отделяет нас от славной героической даты Дня Победы в Великой Отечественной войне. Так, 9 мая эфир телеканала «Интекс» будет полностью посвящен тематике Великой Победы. Павших героев почтила молодежь нашего города, а ребята возложили цветы к памятному знаку в честь партизан Барановичского соединения в сквере на улице Чкалова. Крупнейший застройщик страны инвестировал в возведение района Минск-Мир существенные средства, сделав приобретение квартиры здесь доступным для белорусских семей. В жилом комплексе «Минск-Мир» сразу три весенние акции на квартиры. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Палата представителей сегодня назначила президентские выборы на 9 августа. Сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты начнется 21 мая и завершится 19 июня. Это предусмотрено календарным планом организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента. Сообщила на заседании ЦИК Лидия Ермошина. Последний срок подачи заявлений потенциальных кандидатов в президенты на регистрацию инициативных групп 15 мая. Календарный план утвержден на заседании ЦИК. Рассматривается еще ряд вопросов. По направлению национальных наблюдателей об участии в голосовании граждан, которые находятся за рубежом и другое. В бюджете 2020 года на проведение двух туров президентских выборов заложена сумма в 36 млн. рублей. В 2015 году на президентские выборы было направлено около 26 млн. рублей. 75 лет отделяет нас от героической даты – Дня Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом события тех дней отдаляются во времени и все меньше остаются тех, кому суждено было столкнуться с врагом лицом к лицу. Поэтому память о Великой Отечественной войне, о трагических фактах, мужестве и героизме людей, отстоявших свободу, нужно беречь и передавать из поколения в поколение. Так, 9 мая эфир телеканала Интекс будет полностью посвящен тематике Великой Победы. В 10.30 состоится премьера проекта «Память, опаленная войной». Цикл фильмов позволяет наиболее полное раскрытие разной судьбы людей и то, через что они прошли во время Великой Отечественной войны. От трагических и победных дней Великой Отечественной войны нас отделяют 75 лет. Победа досталась ценой огромных жертв и страданий многих народов. Поэтому сегодня этот знаковый юбилей «75 лет со дня Победы» станет, как поется в одной известной песне, праздником со слезами на глазах. В Барановичах мероприятие, приуроченное к 9 мая, организуют в измененном формате и без массовости. Такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией. Однако в эти памятные дни наши освободители без внимания не останутся. Так, 9 мая эфир телеканала «Интекс» будет полностью посвящен тематике Великой Победы. Наши телезрители смогут посмотреть любимые военные фильмы. В 10.15 с экрана телевизора к горожанам со словами поздравления обратится председатель городского исполнительного комитета Юрий Громаковский. После чего будет показано небольшое концертное представление, подготовленное работниками Дворца культуры Барановичей, посвященное празднику. Сразу после этого в 10.30 состоится премьера проекта «Память, опаленная войной». Учитывая, что живых участников и свидетелей событий 1941-1945 годов, ветеранов войны, участников партизанского движения, узников концлагерей с каждым годом становятся все меньше, Барановичским городским советом ветеранов, горе с полкомом и телекомпанией «Интекс» была инициирована идея сделать серию фильмов о тех людях, кто своими глазами видели те ужасы, которые принесла война. Запечатлеть их историю, их память, которую когда-то опалила война для будущих поколений. Чтобы современная молодежь, видя и слушая эти истории, помнила, через что прошли советские люди, отстаивая свою свободу, независимость и право на жизнь каждого из нас. Серии проекта «Память, опаленная войной» будут транслироваться в течение дня. Помощники президента, инспекторы по областям и городу Минску проведут с 11 по 19 мая прямые телефонные линии для населения. Администрация президента организует эти мероприятия в рамках работы с обращениями граждан. А также для контроля взаимодействия местных органов власти с населением. Ежедневно с 9 до 12 часов любой житель любого населенного пункта, не выезжая, оперативно сможет обратиться по волнующему его вопросу непосредственно к представителю президента в конкретном регионе или довести до него свою точку зрения по наиболее актуальным проблемам социального, экономического и иного характера. Так, 11 мая в Бресском облсполкоме прямую телефонную линию проведет помощник президента, инспектор по Бресской области Анатолий Маркевич. Волнующие вопросы можно задать с 9 до 12 часов по телефону 8 0162 21 31 21. При необходимости для изучения наиболее острых проблем и выработки алгоритма их решения представители президента выйдут на места. Павших героев почтила молодежь нашего города. Ребята возложили цветы к памятному знаку в честь партизан Барановичского соединения в сквере на улице Чкалова. Участие в мероприятии приняла и студентка Баргу, победительница республиканского конкурса «Студент года-2019» Дарья Павловская. Всего один день до Великой Победы. Для белорусов это время – дань памяти, глубокого уважения и благодарности всем, кто пал и всем, кто выстоял в неравной схватке с врагом. В преддверии Дня Победы в стране объявлена акция «Беларусь помнит, помним каждого». В рамках проекта во всех регионах республики проходят торжественные церемонии возложения цветов к памятникам и обелискам, где захоронены герои Великой Отечественной войны. Сегодня павших героев почтила молодежь нашего города. Ребята возложили цветы к памятному знаку в честь партизан Барановичского соединения в сквере на улице Чкалова. Участие в мероприятии приняла и четверокурсница Баргу, победительница республиканского конкурса «Студент года-2019» Дарья Павловская. И я благодарна своему прадедушке и в том числе, наверное, всем прадедушкам и прабабушкам, которые проходили через это время, за то, что они сейчас нам просто дают возможность вот даже мне просто сейчас стоять и говорить. Я думаю, что каждая семья в Беларуси связана с данной войной и каждый несет свою память. Главное, чтобы мы об этом никогда не забывали. Но самое главное помнить, что все хорошее еще только впереди. Вместе с Дарьей живые цветы возложили в этот день и представители городской организации БРСМ вместе с первым секретарем горкома Анной Гончарик. Дань памяти подвигам и судьбам тех, кто внес свой вклад в освобождение страны и великую победу отдали и участники пионерского движения во главе с председателем городского совета Белорусской республиканской пионерской организации Ольгой Синько. Школьники средней школы номер 7 и номер 15. Отдельные очагитления торфянников продолжают тушить в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. К тушению привлечены 42 человека и 14 единиц техники лесных хозяйств. Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, которая позже увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь распространил огонь. Спасателям удалось не допустить его к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышение радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. В Беларуси превышение радиационных параметров из-за пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС также зафиксировано не было. Радиационная обстановка в стране находится под постоянным контролем. Надумали переезжать в Минск и не в съемную квартиру, а в свое жилье самое время. Крупнейший застройщик страны инвестировал в возведение района Минск-Мир существенные средства, сделав приобретение квартиры здесь доступным для беларусских семей. В жилом комплексе Минск-Мир сразу три весенние акции на квартиры. Предложения настолько выгодные, что каждый точно найдет свой вариант. Подробнее в репортаже. Сразу три выгодных предложения. Если забронировать квартиру онлайн до 9 мая, можно сэкономить до 10 тысяч рублей. Это первая акция. Но обратите внимание на предложения «Покупайте сейчас, платите потом». Так можно приобрести собственное жилье в Минске в рассрочку на 10 лет без первого взноса. Всего 120 ежемесячных платежей со измеримых суммами, которые отдают за аренду жилья. Предложение уникальное не только для страны, но и для мира. Платите за свое, и в итоге вы его собственник. Первый ежемесячный платеж по рассрочке – это одновременно и стартовый платеж. На этих условиях предлагают квартиры в 11 домах. Александрия, Стамбул, Сидней Люкс, Сочи, Квебек, Ванкувер, Москва, Новый Орлеан, Лос-Анджелес, Пекин, а также в последних секциях дома «Эмиратс Волна». В домах Квебек, Новый Орлеан, Ванкувер, Лос-Анджелес, а также в других домах квартала Северная Америка можно купить на 10% дешевле по акции минус 10%. Напомним, что акции суммируются, и сейчас можно добавить к имеющемуся акцию платежные каникулы. Можно не вносить ничего и строить свое жилье. Но если есть 30%, то застройщик предоставляет отсрочку по ежемесячным платежам на полгода. Если взнос составит половину стоимости квартиры, то и дополнительную существенную скидку. По акции квартиры более чем в 50 домах в 9 строящихся кварталах. В доме «Эмиратс Волна» остались считанные квартиры. На верхних этажах – террасы. На первом – огромное количество коммерческих помещений. Он крутой. Мы не продаем квадратные метры. Мы продаем содержание, мы продаем дестинацию, мы продаем стиль и образ жизни. Квартал «Эмиратс Люкс» уже практически готов. Сейчас внутри него завершают здание торгового центра. Еще один стопроцентный вариант – дом Киота в квартале «Азия», расположенном вдоль улиц Кижеватого и Казинца. Внутри квартала откроется детский сад с бассейном, а в соседнем квартале – школа. Во дворах домов будут обустроены площадки для детских игр, спорт и отдыха. Парковочные места расположатся по периметру квартала. «Минск.Мир» – это город в городе. Все рядом – школа или детский сад, медцентры, поликлиники, линия нового метро, паркинги. Новый торгово-развлекательный центр, который будет больше существующего «Данамол». Тут будет и новый городской парк. Продуман и новый финансовый центр столицы – международный финансовый центр. Его строительство начато и активно ведется. Акции суммируются. Это пока. И времени раздумывать не так много. Надо решаться и определяться. И определять свою жизнь и жизнь своих детей в Минске. В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне белорусские таможенники организуют акцию, которая призовет каждого пересекающего границу задуматься о великом подвиге наших дедов и прадедов. В пунктах пропуска Брестской, Витебской, Гомельской, Гродницкой, региональных таможен подготовлены брошюры с биографиями и подвигами участников Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы белорусских городов. Их имена и фотографии будут демонстрироваться на мультимедийных экранах в пунктах пропуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова